То, что раньше жителям приходилось ждать от своих управляющих компаний месяцами, теперь рука выполняет за несколько дней. Будь то уборка мусора или ремонт в подвале, на крыше. Как в этом доме на улице Пузакова, где из-за постоянных засоров в канализации в подъезде стоял неприятный запах. На стенах сырость, грибок. После обращения жителей в ГЖС лесари из управляющей компании не только через день прочистили канализацию, но и заменили участок ветхой трубы. А в многоквартирном доме по улице Лейтезина после жалобы в надзорные органы коммунальщики сразу покрасили дверь, ведущую на кровлю, и повесили замок. До этого в течение двух лет через открытый дверной проем осадки попадали в машинное отделение лифта. Сложное оборудование могло замкнуть. И таких примеров масса. После введения рейтинга управляющих компаний к своей работе коммунальщики стали относиться ответственнее. Это замечают и жители, и надзорные органы. Сократилось количество обращений, связанных с текущим ремонтом жилого фонда. Если раньше управляющие организации могли месяцами не реагировать на обращения граждан, то сейчас наблюдается совершенно иная тенденция. Сейчас люди без проблем могут дозвониться в управляющую организацию, потому что они знают о том, что существует механизм контроля за деятельностью управляющих компаний, и управляющие компании это понимают. Рейтинг управляющих компаний был создан по инициативе Алексея Дюмина и призван стимулировать УК лучше работать. Первый рейтинг составили три месяца назад. Тогда коммунальные организации разделили по трем группам. В зеленый сектор попали добросовестные управляющие компании, в желтый те, кому есть нарекания, в красный УК, которые накопили стопку замечаний. И вот новая версия рейтинга. Число коммунальных организаций в красной группе сократилось вдвое, а в зеленый, наоборот, стало в два раза больше. При этом количество жалоб от жителей на управляющей компании заметно сократилось, как и число невыполненных предписаний от ГЖИ. В том числе на основании этих показателей составлялся рейтинг. Учитывалась и задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Есть управляющие компании, у которых коэффициент платежей, там, скажем, с 29 до 75 процентов вырос. Механизм регулирования деятельности управляющих компаний, улучшения их деятельности через систему рейтингования работает. И поэтому, безусловно, мы такую деятельность будем продолжать. Чтобы цель, которую Алексей Геннадьевич поставил, а именно сделать так, чтобы плохих управляющих компаний в Тульской области не было, я думаю, сообща мы сможем добиться. К оценке работы коммунальщиков активнее подключились и правоохранительные органы. За последний месяц было возбуждено около десятка уголовных дел. В том числе в отношении крупной управляющей компании РЭМС за многомиллионные долги перед ресурсниками. Ее из второй версии рейтинга исключили. Возможено уголовное дело ООО ОМД и ООО УК ОМД по статье 165-й части 2-й, где ущерб причинен Туло-теплосеть в размере 27 с лишним миллионов рублей. У ООО фирма РЭМС 17-го 08-го ущерб Туло-теплосеть составил 77 с половиной миллионов рублей. К слову, по результатам второго рейтинга ряд УК свои положения не улучшили. Некоторые так и остались в красной группе. Лицензию таких компаний только на основании рейтинга не отзовут. Однако на собраниях собственников жилья людям рекомендуют подобные коммунальные организации сменить на добросовестные. Комплексную оценку деятельности управляющих компаний планируют проводить регулярно. Следующая, третья версия рейтинга УК появится уже в середине декабря. Надежда Мелехина, Алексей Чечевадзе, Первый Тульский.